Грядущего дождливого сезона жители дома номер три по коммунистическому переулку ждут с ужасом. Больше полугода они буквально живут без крыши над головой. Пожар в их доме случился вечером 8 февраля. По деревянным перекрытиям пламя распространилось мгновенно, а вот тушили возгорание более четырех часов. В результате 17 жителей эвакуировали. Двое пенсионеров так и не смогли выбраться из квартиры и задохнулись. Сотрудники МЧС сразу сказали – поджег. Вскрыли часть крыши над нами, когда пожарники тушили пожар. То есть они протопили второй и первые соответственные этажи полностью. Полы были вздуты, мебель вышла практически, аппаратура вся из строя. Приходили пожарники, ну, сами понимаете, гуманитарную помощь нам выделили. Ну, кому как. Мне вот 15 тысяч взяли, а извините, а у меня ущерб тысяч на 500. Ну, сами понимаете, а может даже больше. Представители управляющей компании две сгоревшие квартиры наспех заколотили. На крышу, даже не закрепив, небрежно бросили листы железа. Сотрудники администрации обещали помочь с восстановительными работами. Но дальше слов дело не пошло. Я пыталась сделать ремонт, но меня просто потолок меня накрыл. Потому что очень много скопилось воды. Не досушилось. То есть даже котел не может просушить все, что протопило. Все боремся, ходим во всей станции, бьем в колокола и будем бить в колокола. Потому что нам негде больше жить. У нас единственное, что у нас есть. На все вопросы в управляющей компании отвечают. Денег на счету дома нет. Рабочие составили приблизительную смет на сумму в 730 тысяч рублей. Жители дома, их здесь не более 15, и таких денег собрать не могут. Половина квартир коммунальные и находятся в муниципальной собственности. Но чиновники помогать тоже не спешат. Если сильный дождик, соседи прибегают, а у меня по стене на первый этаж протекается. В комнате линолеум, тем не менее по стене и соседи мочим. Они говорят, вот мы вам смету составили, собирайте деньги. Как будут деньги, так все сделаем. Вот упирается все в деньги. Регулярно приходят бумаги. Текущий ремонт крыши выполняется. Недавно, рассказывают жильцы, рабочие запенили щели. После первого же дождя крыша снова протекла. Тихановскому мы обращались не один раз. И писали туда письма и все. Он сказал, вот приносите денежки, я вам буду делать крышу. Не приносите, до свидания. Это его слова. Я говорю, я еще даже ему посмеялась. Я говорю, такую сумму 730 тысяч нам выложить, где мы это возьмем? Вам что, кому-то на машину не хватает? Он ничего, у меня хорошая машина, я езжу на машине. Впереди зима, а о сроках ремонта не идет даже речи. Перекрытия на крыше сильно прогорели. Конструкции выглядят шатко. Угроза нависла не только над сгоревшими квартирами, а над всем домом. Опасаюсь то, что рухнет сгоревший участок. Он рухнет. Если они там, как они даже сказали, что мы там все равно и делать-то ничего не будем. Там так как никто не живет. И в эту дыру будет залетать снег и дождь. И все. И потом будет таять и разливаться по всему первому этажу. По нашим этим он дваметный такт весь вываливается. И то, что здесь рухнет, где люди живут. Выхода может быть два, рассказывает депутат Масленкин. В связи с тем, что половина квартир муниципальные, одну-вторую суммы может заплатить город. Вторую часть в управляющей компании должны распределить между жителями. Выполнить работы в рассрочку. Есть второй путь. Это расселение. То есть признание жилья ветким и выдача квартир людям пострадавшим. Но здесь есть один существенный минус. Люди, которые приватизировали свои квартиры, им город ничего не должен. У них своя проблема. А продать эти квартиры они не смогут абсолютно. Жители писали заявление в администрацию с просьбой включить их дом в программу по капитальному ремонту крыши. В ответе чиновники указали – строение в планах на ремонт на 2020 год. Жители расценивают это как насмешку. Они уверены, как карточный домик их жилье сложится уже в эту зиму. С надеждой они обращаются к главе региона. Очень просим вас, помогите нам не оказаться на улице во время снегопада. Потому что когда будет снегопад зимой, сейчас еще мы можем терпеть. У нас рухнет крыша и мы снова переживем такой же ужас, какой пережили в пожар. Мы можем остаться на улице без жилья, безо всего. Очень просим вас, помогите нам. В администрации корреспонденту нашей программы сказали, что о проблеме жителей дома номер 3 по коммунистическому переулку не знают. Удивительная неосведомленность для предвыборного периода.